Любовь – это легкая энергия, если с ней научиться, научиться правильно обращаться. Но здесь есть определенные условия. Ты должен свои желания на время похоронить, потому что они обязательно сбудутся, но попозже. Жена тебя обязательно будет очень уважать сильно, муж будет обязательно нежно-ласково обращаться, но чуть-чуть попозже. Потому что перед взаимной любовью находится судьба. Она говорит, а тебе положена вообще взаимная любовь или нет? И поэтому близкий человек будет наглеть, грубеть, вести себя по-свински. И ты можешь тоже с этим разобраться совсем. Это тоже легко сделать. Для этого надо понять, что у любви есть два берега. У любви есть легкий стиль – раз, легкий стиль. У любви есть важный фактор – это смелость. Человек должен очень сильно со всех сил наполняться Богом, молиться постоянно, наполняться природой, добрыми людьми. Нужно всегда соблюдать баланс. Баланс в чем заключается? Не жди счастья от близкого человека. Жди счастья от природы, оно бесплатное. Вот природа сколько счастья может дать? Бесконечно. Сколько возьмешь, столько и даст. Добрые друзья, сколько счастья могут дать? Бесконечно. Сколько возьмешь, столько и даст. Бог, сколько счастья может дать? Бесконечно. Но мы этим видами тремя счастья не дорожим. Нас туда не тянет. Нас не тянет на природу, надо себя заставлять. Нас не тянет добрым друзьям, надо себя заставлять. Нас не тянет в храм, надо себя заставлять. А там бесконечные источники энергии, и человек должен туда тянуться везде, выполняться энергией и отдавать близкому человеку, и ничего не ждать взамен. Потому что взамен придет после того, как ты отработаешь карму, а он сначала будет наглеть, пользоваться, требовать больше. Это означает злая судьба. И там есть свой путь, который надо пройти. Вот, допустим, близкий человек начал наглеть, чувствуешь, надо понять, что теперь пришло время тебе испытать свою силу внутреннюю. И вот ты привязан к этому человеку, ты хочешь от него счастья, хочешь отношений, а тебе надо на другой берег любви уйти. Другой берег любви называется разлука. Ну, разлука может быть в той же самой квартире происходить. Не надо своего мужичка там оставлять надолго, баб же вокруг много. Вот, можно разлуку сделать прямо там, в своей квартире. Надо просто выполнять свои обязанности по-доброму. Любовь означает всегда доброта. Хоть наказываешь доброта, хоть не наказываешь. Если разозлилась сильно, то помолись Богу, успокой свою психику, и потом опять доброта. Доброта, но на расстоянии. Ты с ним не общаешься, не спишь. Просто на расстоянии. И опять игра. Правду матку не надо как бы ему гнуть, допустим. Он говорит, ты чего не разговариваешь? И ему, эээ, я тебе не разговариваю, потому что ты, эээ, скотина. А, вот, нет, почему не разговариваешь? Не хочу. Очень по-доброму, ласково. Чуть попозже буду разговаривать, сейчас не буду. Сегодня не будем разговаривать, ласково. Он говорит, давай поговорим. Он ведь ласково же думает, значит сейчас можно все исправить. Ну договорим, давай поговорим тогда. Нет, нет, в следующий раз. И твердость духа показывать. Свою способность быть на расстоянии. И когда ты ему даришь доброту, но на расстоянии его начинает тянуть. И сначала может он немножко угрожать. Говорит, а че я не разговариваю? Сейчас я себе другую найду, которая разговаривает. Не обращать внимания, не улыбайтесь. Знаете, что любовь сильнее человека. Всегда. Если вы по-доброму относитесь, никуда он не денется вообще. Он будет просто скучать, страдать. Вторая стадия созревания – это подлизывание. Начнет подлизывание. Не обращать внимания на расстояние. И потом третья стадия – это искренность. Искренность означает, что человек хочет понять, а че происходит, почему ты не разговариваешь, объясни мне. И надо объяснять очень скромно и очень аккуратно. Ну вот, я как раз ждала этого момента, блин. Не так. Нужно сказать, знаешь, вот тебе надо вот чуть-чуть, всегда говорит слово «чуть-чуть», чуть-чуть поменьше быть долбанутым. Вот. Ну не так, конечно, надо сказать. Надо чуть-чуть поменьше вот так вот делать. Чуть-чуть поменьше вот так. Вот. И тогда все будет хорошо. Не хоти, не желайте от человека слишком много сразу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И так постепенно воспитывайте. То есть он исправился, начал вести, опять поближе. Чуть хуже стал, опять подальше. Встреча-разлука, встреча-разлука. Кто не может разлуку делать? Тот, кто сильно ждет от человека. Он не может от него оторваться. Поэтому в любви очень важно быть самодостаточным. Вот те люди, которые, те девушки, которые имеют подружек, они к подружке раз, начала с подружкой. Муж, ну что подружки? Ну что подружки? Сейчас, сейчас, мой хороший. И с подружкой. Сейчас, сейчас, сейчас. То есть она наслаждается с подружкой. Может на природой наслаждаться, с Богом наслаждаться. И это разлука. Он ее ждет. Он говорит, я тебя жду, насколько можно, подружками там. Это значит, что она может его воспитывать. Если он ждет, она может воспитывать. Она может сказать, вот если бы ты вот так, я бы, наверное, быстрее прибежала от подружек. По-доброму. Воспитательный процесс длится долго. Он зависит от судьбы. Если у тебя плохая судьба, близкий человек не будет тебя понимать. Надо продолжать вести себя правильно, продолжать. В энергии, в атмосфере доброты понимание приходит быстрее. Это касается не только мужа, жены, а также детей. Вот, допустим, мальчика надо по-доброму наказывать, по-доброму ставить в угол, по-доброму по заднице. Надо его щелкать. Вот, допустим, если мальчику со злобой по заднице щелкать, то вы ему злобу вбиваете в его эгоизм. И в результате он каким станет? Монстром просто. А если вы доброту ему вбиваете, то он добрым станет, раскается. Понимаете, то есть девочку надо вывести на добрый разговор. У женщины разум всегда включается в атмосфере доброты. Вот, допустим, девочка капризничает, сама себя ведет не по-доброму. Капризничает, ведет себя очень нехорошо. Вы, допустим, с ней не разговариваете, когда она так себя ведет. Она подошла, допустим, хочет по-доброму. Тогда вы с ней сядете, как будто бы ничего не происходило, как будто ничего не было. И по-доброму с ней разговариваете, как надо. Она будет слушать и все поймет. Вот если девочку вывести на доброту, ей легко все объяснить, она все поймет, и всю жизнь будет это помнить и делать, как надо. Мальчику, если мальчика вывести на доброе наказание, не надо ему что говорить, он лапшу с ушей стряхивает просто, потому что мальчику словами, и мужчине тоже словами, ничего объяснить невозможно. Там вы ему говорите, ты понимаешь, что надо семью создать сначала, потом что-то хотеть. Это все бесполезно. Надо просто ему сказать «чао бамби на ссоре». Ну то есть, как бы, для поцелуев, бэби, повода нет. Вас же потревожил бэби солнечный свет. Вот. Ну то есть, это разлука называется. Есть встреча, и разлука разжигает любовь. Встреча, она дает возможность наслаждаться, любовью, а разлука разжигает любовь. Но разлука какая? Ты должна сначала встречу сделать. Сначала ласково должна себя вести. Как один, одна девушка мне говорит, Олег Геннадьевич, я, говорит, отстранилась к маме от своего мужа на две недели, а он тоже лекции ваши слушает. Он мне звонит, говорит, слушай, отстранись еще, пожалуйста, на две недели. Я так от тебя отдыхаю. Она его задолбала сначала там, а потом отстранилась. Чтобы отстраняться, надо сначала доброту дарить человеку, а потом эта доброта вызовет разлуку. И эта разлука заставит его менять свой характер, свое поведение. Он начнет вас понимать. То есть, человека нельзя заставить понимать. В любви нет насилия вообще никакого. Вы не можете неправду человеку сказать. Вот вы можете правду кому угодно сказать. Хоть прокурору. Но близкому человеку вы не сможете правду сказать. Он вас не будет слушать. Потому что в любви нет правды. Когда человек правду говорит, он очень больно ранит близкого человека. Поэтому в любви правду можно только самому понять. Если вы доводите до понимания человека, до искренности доводите, то это и значит, что вы ведете его к любви близкого человека. Но это только добрым поведением можно это сделать. Добротой. Иногда через кризис проходит. Человек как бы наглел-наглел. Бывает твердый характер у людей. Ничего не помогает. Ни отстранения, ничего. Он не реагирует. Но когда наступает кризис и опасность разрушения семьи, вся благодарность из сердца у него выходит, и он начинает раскаиваться. Всегда надо прощать, просить прощения. Всегда надо быть первым. Вот в вашей семье, допустим, кто должен быть первым? Игра такая с чувством достоинства. Прошу не означает, что обязательно простит. Просто ты это делаешь для любви. Не то, что ты без ее прощения прямо не сможешь прожить. Просто для любви. Чтобы приятно человеку сделать. Я прошу тебя простить. И это радостно, счастливо смотришь на человека. Любовь живет только в среде самодостаточности. Вот как надо смотреть на близкого человека? Надо смотреть, что как будто бы он тебе не нужен, но все равно ты к нему подходишь. Когда человек самодостаточный, он прекрасен. Вот женщина, допустим, зависимая, она некрасивая. Мужчина зависимый, некрасивый. А самодостаточный человек всегда очень красивый. Самодостаточный означает, что тебе ничего не надо, но ты делаешь, потому что хочешь сделать приятное. Вот допустим, мужчина дарит цветы. Вот два варианта женщины. Первый вариант. Он такой дарит цветы, смотрит на вас такой, потеет. Вам нравится, нет? Нет. Не нравится? Нет. Второй вариант. Он дарит цветы, такой радуется. Я хочу передать тебе привет. Да, самодостаточный такой. Посмотрите этот мультфильм про привет. Там, как он говорил? Привет! Я хочу передать тебе привет. Вот такой, как бы, ну, хочешь бери, хочешь не бери. Твое дело. Понимаете, самодостаточно дарить мужчину цветы такой. Я дарю тебе букет цветов. Такое, самодостаточное. Она говорит, мне не надо. Он говорит, ладно, поставим в вазу. И улыбается дальше. Классно же? Приятно? Игра, она же может не принять. Она говорит, мне не надо. Это игра. Любовь, это игра. Приятно же отказаться от цветов, когда мужчину принят. Или неприятно? Очень приятно. Вот женщина, мне не надо твои цветы. Он говорит, ладно, хорошо. И ставит в вазу. Игра идет. А если игры нет, он такой, ааа, мои цветы, да я самые лучшие цветы вообще на рынке купил, ты знаешь, вообще таких цветов не бывает. Я говорю, ну, да, началось. Он поставил в вазу, говорит, не надо, значит, не надо. Все нормально. Да? Классно же? Надо в шутку, шутливая атмосфера. Шутку поет. Так? Приятно очень. Когда человек даже страдает, он все равно в шутку. Потому что любовь не любит серьезности вообще никакой. Серьезным стал, значит, сдох. Энергию любви ты не выдержишь серьезно. Песню я вам включал. Да, я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале и орезал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Фиг вам. Но любовь не любит этого. Любовь любит легкий стиль. Означает, стань, будь самодостаточным. Не надо зависеть от любви. Любовь не любит зависимость. Она любит игру. Любит смелость. Любит самоконтроль. Она любит. Вот обидели тебя? Не говори. Самоконтроль любит любовь еще. Самоконтроль. Надо быть самодостаточным, стараться. И тогда любовь с тебя будет двигаться, как вихрь. Она будет идти. Вот девушка не замужем. Чем больше она хочет замуж, тем меньше шансов выйти. Она смотрит, когда она хочет замуж, смотрит. И уже парням становится тяжело. Потому что... Потому что... Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Отчего же исхудала. Отчего же исхудала фигурочка. Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Вот. Все, значит, суши весла. Надо быть счастливой. Вот как вот... Какую девушку будут любить? Чтобы она... Девушка, которая наполняется всем, что видит. Вообще. Вот она наполняется. Она без парня уже счастливая. Вот как выйти замуж? Надо стать счастливой и любимой без мужика. Вот она думает, вот будет мужик, я буду счастливой и любимой. Не будешь никогда, никогда не будет. Сначала сама такой стань. А потом он появится. Потому что ему тоже надо счастье же. А ты ему такая... Ты такая счастливая. Ты любишь солнце. Любишь природу. Любишь людей. Такая вся... Вот тебе есть чем заняться. В женском теле есть чем заняться. Чем женщина должна заниматься не замужем? Наслаждаться всем, что окружает. Людьми. Всем улыбаться. Всем наслаждаться. Природой. Солнцем. Людьми. Всем наслаждаться. Быть счастливой. Если пришла плохая судьба, чем вы заниматься начинаете? Вы очень ранитесь несправедливостью и начинаете выяснять отношения. Пришла плохая судьба, вам близкие помогут? Нет? Они вас придушат. Когда пришла плохая судьба, будьте подальше от своих близких. Вы хотите, чтобы они вас поняли? Они от вас хотят счастья только и все. Если пришла плохая судьба, идите к подружкам. Идите к природе. На дальней станции сойду. Трава по пояс. И хорошо с былым наедине. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. По Васильковой синей тишине. Так? К природу пошел, погулял, все, успокоился. А если пришел к близкому человеку рассказать, как тебе тяжело, что дальше будет? Бразильский телесериал будет. Потому что ему не нужны твои страдания. Ему нужна от тебя только любовь. Поэтому вам плохо не лезть к близким людям. Через них все страдания пойдут. Идите к подружкам. Идите. Кто такие добрые друзья, знаете? Бог может через человека действовать? Вот в вашу жизнь может Бог прийти? Вот так вот раз. И Господь прямо через слова человека на вас влияет. Может? Это называют добрые друзья. Вот человек добрые дела делает в жизни. И ему Бог дает добрых друзей. Это когда через человека Бог действует. Вот вы когда, ну, лекция идет, кто больше счастье испытывает? Вы или я? Почему я больше испытываю? Потому что вас много, и вы все добрые друзья. Вы смотрите на меня, а через вас Бог действует. Говорит, читай, читай, давай, рассказывай. И я испытываю счастье. Потому что вас же много. И все с любовью смотрят. И это вызывает счастье. Понимаете? Поэтому, когда ты добрые дела делаешь, Бог потом дает тебе доброго друга. Дает человека, через которого Господь сам будет действовать. Он тебе в трудную минуту слова будут хорошие. Говорит, тебя будет успокаивать. Тебе легче будет становиться. Ты там к психологу идешь, он тебе там целую методику психологическую применил к тебе. Ты вышел и как-то, может, чуть-чуть полегче стало, все равно плохо. Пошла к подружке, с ней поговорила, раз, все, легче стало. А когда человеку легче становится, сердце успокаивается. Следующая стадия – это знание уже. Тебе, когда спокойно станет, ты сама все поймешь. Тебе не надо никаким психологом ходить. Надо самое достичь спокойствия, надо человеку, когда ему плохо. Надо, чтобы сердце спокойно стало. А это через добрых друзей делается. Понимаете? Вот куда надо идти. А если ты пойдешь к близкому человеку, то еще хуже будет. К маме пришла, допустим, муж тебя мучает. К маме пришла, что она тебе скажет? Я тебе говорила, вали от него, блин, быстрее. А почему она так говорит? А потому что у нее такая же судьба, у мамы. Она тоже, она чувствует уже заранее, потому что она это прошла. Но мамы такие интересные, ей можно, а дочери нельзя. Вот мама как бы это все прошла, и она видит, ей такой же экземпляр попался. То же самое. Она говорит, нет, только не это. А дочь, ей же надо свою жизнь проживать. Она говорит, мама, это не твое дело. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой на свое я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Мамочке не поможет. Только к верным друзьям поможет. Потому что через них действует Бог. Вот туда идите, наполняйтесь, когда плохо. А если вы начинаете к близким людям приставать, то вы начинаете видеть их недостатки, понимаете? Вы погружаетесь в разборки. Начинаете все больше отходить от любви. Плохо становится рядом с близким человеком. Вот грех произошел, какое-то тяжелое событие. Не надо от близкого человека облегчения ждать. Его можно ждать только от Бога. От добрых друзей, от Бога. Вот кто даст облегчение. Близкий человек это тот, кто с тобой вместе делает глупости в жизни. Но если люди погружаются в разборки, дальше все, семейная жизнь закончена. Потому что есть воронка судьбы. Вы же не знаете, насколько тяжелая судьба. Если вы хотите добиться от близкого человека правды, вы вот ему доказываете, объясняете. Чем дальше вы туда лезете, тем больше разрухи в вашей жизни будет. Потому что никакой правды от близкого человека вы никогда не добьетесь. Хотите правды, идите на работу. Энергия правды действует там. Там надо обязанности свои выполнять. То неправ, тот уволен. Там правда. На работе правда живет. А в семье живет любовь. Понимаете? Это неправда, это противоположная энергия. И правда рождается из любви в семье. А на работе из правды любовь рождается. Да? Правда означает выполнять свои обязанности, честно себя вести, быть таким хорошим человеком. И ты любишь, ты начинаешь любить такого в дружбе, между друзьями, на работе. Сначала правда должна быть. Надо быть честным человеком в дружбе. Сначала честным человеком надо быть. А потом уже придет любовь. Но если ты... И проверять надо друга трудностями, испытаниями. А близкого человека не надо трудностями, испытаниями проверять. Ему надо нежность, ласку, игру, непривязанность. Дарить. Легкий стиль. А если ты хочешь друг с другом как бы разобраться, тогда можешь испытания подарить. Не надо близким людям дарить испытания. Это разные энергии. А дружба. Не надо путать дружбу с семьей. Понимаете? В семье от вас требуется только любовь. И если судьба пришла действовать, она разрушает любовь. Как она разрушает? Вы начинаете пытаться объяснить. Будете объяснять, все развалите. Ничего не надо объяснять. Любовь сама все объяснит. Просто прощайте, просто терпите, просто встреча и разлука. Хотите воспитывать, не разговаривайте. Выполняйте свои обязанности, по-доброму ждите. Сколько ждать? Неделю, две, три, месяц. Сколько хотите. Пока человек не поймет, что ты ему нужна. Понимаете? Любовь означает нужна или нужен. Вот допустим, на близкого человека подействовала плохая судьба. Он чувствует, что ты ему не нужен. Он на тебя игнорит. Он живет своей жизнью. Мужик на работу, пришел домой, нажрался телевизор, смотрит. Жена. Как у тебя дела? Нормально. Ну, значит, ты ему не нужна. Дальше что надо делать? Разлука. По-доброму относимся. Разлуку нельзя делать, когда нет любви. Не надо злиться. Если злитесь, помолитесь, перестаньте злиться на человека. И дальше по-доброму, ласково, на расстоянии. Сколько, сколько надо, пока не включится человек. Может быть, три месяца он будет делать вид, что он ничего не замечает. И говорит, да, нормально. Но потом он почувствует, что без тебя хуже. Потому что ты ему по-доброму себя вела, ласково готовила, ему стирала. Ты вроде бы все делаешь, но рядом тебя нет. И он будет спрашивать. Что с тобой стряслось вдруг опять? Ну, то есть, он начнет спрашивать. И тогда можно нежно, ласково сказать. Если человек понял, опять встреча. Любовь живет только во встрече и разлуке. Она живет поощрение и воспитании. Поощрение и воспитание. Встреча и разлука. Если вы близко находитесь к человеку и пытаетесь, чтобы он понял, это невозможно. Близкий человек только понимает, когда вы дальше от него находитесь. Когда ты теряешь, тогда понятно. Когда не теряешь, ничего не понятно. Ты сказала, поверь, но прожить без потерь невозможно. Ты сказала, поверь, и вошла в мою дверь осторожно. Ты сказала, поверь, долгий путь нельзя пройти без потерь. Это значит теперь время расставаться. Но тебя, но тебя просто невозможно, нельзя терять. Это значит опять плакать и смеяться. Ну, то есть разлука означает воскрешение любви. Воскрешение любви. Она воскресает от разлуки. Вот как вы думаете, как Господь себя ведет, когда его кто-то любит? Знаете? Он разжигает любовь. Он то встречается с человеком, дарит себя, то наоборот показывает, что его нет. И человек скучает начинает. Потом опять он приходит. Потом опять уходит. То встреча, разлука. Даже Господь так себя ведет. Вам надо просто следовать этому правилу. Любовь не живет в постоянном контакте. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Очень важно понять, что любовь не движется, когда есть грехи. Нельзя грешить, иначе любовь разрушается. Нужно... Нельзя изменять. Нельзя пить. Нельзя насиловать человека. Нельзя обманывать. Все это разрушает просто в дребезге любовь. И вот был вопрос у женщины, я не знаю, она здесь или нет. Она спрашивала, а есть ли измены, сколько раз прощать измены? Измены не надо прощать ни разу вообще. Ни разу. Потому что ты можешь прощать, можешь не прощать. Но все равно от этого ничего не поменяется. Любви не будет. Потому что, когда человек заходит за красную линию, Малисей принес заповеди, он сказал, вот этого нельзя делать, это нельзя, это нельзя. Когда человек за красную линию заходит, он уже не может сам себя поменять в лучшую сторону. Вот он, допустим, изменил или там ограбил кого-то, он уже другой человек, перед тобой другой человек уже, никакой раньше. И люди изменения начинают чувствовать. Человек перестает близко к детям относиться, перестает любить, что-то сочиняет, обманывает, хитрит, ведет себя скрытно. Он стал чужим. Почему он стал чужим? Потому что за красную линию зашел. Если совсем далеко ушел, надо жить отдельно, ставить условия. Пока не поздно. Потому что, чем больше вы поощряете человека, который вам изменяет, тем больше вы поите змею молоком. Если змею прикормить, допустим, возле дома, молоком ее поить, дальше что будет? Ее яд станет только сильнее. И она вас кусать будет насмерть уже. Если вы думаете, что она вас кусать не будет, она будет насмерть потом кусать. Понимаете? Точно так же, если человек греховный, вы ему, да ты мой хороший, да ты ласка, внимание, забота там. Все. Прошла любовь, завяли помидоры. Надо находиться на расстоянии, ставить условия. Он должен раскаяться. Раскаяние означает шаг назад. В жизни, в отношении. Не делает человек шаг назад, ты к нему приближаешь, ты сгораешь. Знаете, самое опасное, что в любви? Потерять свое достоинство. Есть красивые люди, есть некрасивые. Некрасивые – это униженные. Когда чувство собственного достоинства опускается вниз у человека, он становится некрасивым. Что значит достойный? Это не гордый человек. Достойный – это человек, который делает так, как Богу нравится. Вот Богу нравится, что вы в дерьмо лезете. Вот лежит дерьмо, допустим, Богу понравится в сердце вашем, нет? Вам будет противно. Из сердца противно пойдет. Значит, Богу не понравилось. Так вот, человек, который изменил от дерьма, ничем не отличается. Ну, чтоб вы понимали. Он обляпался в дерьме просто. И вы, если обнимаете его, вам будет противно. И у вас сразу достоинство начнет опускаться. Это значит, вы станете некрасивой. И когда измена произошла, это особый вид испытания семьи. Когда нельзя уходить и нельзя приходить. Это странно, да? Надо жить отдельно, ставить условия. Нельзя уходить. Но и служить такому человеку тоже не стоит. Измена, это значит, все уже закончилась та жизнь, которая была раньше. Это уже другая жизнь. Жизнь, в которой вам надо отстоять свою честь. Как жена отстаивает честь? Она не приближается к мужу. Она не бросает и не приближается. Если невозможно жить отдельно, живите вместе, но не давайте себя трогать по-доброму и на очень большой дистанции. Не разговаривать, ничего. Просто по-доброму. И молиться Богу. Потому что в этот момент, когда приходит жестокая судьба, вы не мужа воспитываете, вы побеждаете свою судьбу. Понимаете? Вот вам изменили, значит, пришла жестокая судьба. Значит, вы кому-то изменяли раньше. Вот и отрабатывайте эту судьбу. Начните молитву. Станьте самодостаточной. Ставьте условия человеку. Если он раскаялся, начните приближаться, но знайте, что все равно ваше сердце ему сразу не простит. Потому что прощает Бог, а не человек. Вы можете кому-то простить, нет? Можете? Вы говорите, я тебя прощаю. И что? Что-то изменилось? Нет? Вот когда в сердце легко стало с человеком, значит, прощение пришло. Прощает Бог в сердце вот здесь. Легко стало. Легко на сердце, от песни веселой. Легко стало. А если ты говоришь, я тебя прощаю, там нет, легко. Значит, Бог не простил. Бог не простил, ты не сможешь с человеком любовь строить. Потому что непрощенный человек не достоин любви. Не может с ним, любовь не может двигаться. Поэтому надо ждать. Даже он раскаялся, надо ждать, когда в легкость сердце появилось, тогда можешь приближаться. И здесь надо такой урок усвоить, что мы все одинаковые. Нет здесь тех, кто лучше, кто хуже. Просто надо правильно себя вести с тем, кто совершил грех. Но уходить не надо. Мне надо собой гордиться, потому что не суди, судим не будешь. А если будешь судить, значит, как это... У меня один знакомый начал изменять жене. И другой знакомый на него очень разозлился. Да ты грешник, да посмотри на себя, да ты говно на него. Ну, в принципе, так оно и есть. Но не надо об этом сильно говорить, потому что это не твое дело. Можешь ему посоветовать, раскаяться как-то по-доброму, но не надо его обвинять. И он вот разошелся в этих своих обвинениях. И потом через год он точно так же поступил сам со своей женой. Не суди. Когда человек судит, Господь что делает? Он говорит, а теперь сам попробуй. Ты считаешь, что ты круче, ты ему это говоришь, а теперь сам попробуй с этим справиться. И он, и не смог. Теперь два уже в дерьме сидят. Если третий как бы осудит, значит, третий туда тоже попадет. Хочешь помочь, помоги. Скажи, раскаясь, помоги добрыми словами. Дай человеку новую жизнь. Не суди. Когда приходит жестокая судьба, то ей все равно, сохранится ваша семья или нет. Вот есть два типа людей. Одни верят в судьбу и поэтому думают, что все будет хорошо. Такие люди спрашивают меня, Олег Геннадьевич, у меня же все хорошо будет, да? Это значит, люди верят в судьбу свою. А верить в судьбу не надо, потому что судьба бывает хорошая, бывает тяжелая, бывает жесткая, бывает жестокая судьба. А жестокая судьба куда человек приводит, знаете? К смерти она его приводит. И люди, как мотыльки, летят на свет. Вот мотыльки верят в судьбу, для них свет это судьба. Они летят на свет и что там происходит дальше? Они погибают там на свету, обжигаются и погибают. Понятно? Так и человек тоже, он когда верит в судьбу, он не понимает, что пришла жестокая судьба и уже не надо ей доверять. Пришла жестокая судьба, надо верить в Бога. А Бог отстраняет человека от судьбы. Вот допустим, жена видела, что муж изменяет. Какие варианты действия? Убить? Ты убьешь, тебя убьют. Второй вариант. Но молиться это уже не контакт с судьбой. Вот мы с судьбой имеем дело. Судьба означает муж. Мы можем его ненавидеть, можем унижаться, не бросая меня. Как одна женщина такая интеллигентная с виду. Я смотрю, у нее там все червем прогрызло, все сердце. Я говорю, что с вами происходит? Она говорит, да все нормально. Я говорю, говорите, что происходит. Она, да все нормально. Говорите, что происходит. Олег Геннадьевич, я очень известный человек, я не могу при всех. Ну, хорошо, для вас сел наедине с ней. Она говорит, у меня, говорит, внешне все нормально. Все нас любят, у нас прекрасная семья, а внутри муж постоянно изменяет. И я, говорит, уже привыкла, я с ним живу, но у меня, говорит, нет никакого счастья в сердце. Я не знаю, что мне делать. Так она просто из себя котлету сделывает. Нельзя, ты если когда спишь с тем, кто извиняется, ты спишь с раскаленной сковородкой вместе, под мышку. Ты сгоришь просто, психика сгорит у тебя просто. Потому что Богу это не нравится, им противно. Какая любовь? Любовь это чистая энергия, божественная. Тебе Бог божественное дал, живи с божественным. Божественное стало дерьмом, значит, не живи уже. Будь подальше. И не волнуйся, Бог тебя защитит. Прекласс жестокая судьба, ты что рядом с ним, что не рядом с ним, рядом с ним ты унижаешься, не рядом с ним ты злишься. Ненавидишь его. Сможешь сам справиться с жестокой судьбой? Нет. Нужно не рядом, не не рядом, нужно думать о Боге в это время. Когда человек думает о Боге, он в Боге защиту находит и становится ему спокойным. И он становится как будто вне этой ситуации. Не обращает внимания на эту ситуацию. И в этот момент у человека есть шанс измениться. А если он не хочет меняться, что вполне возможно, может ему в ад хочется пойти, может он давно по маслу соскучился. Вот. Там же индивидуальный подбор масел в аду, знаете? Каждому свой котел. Вот. Кому пожарче, кому поменьше, там огонь индивидуально подбирают. Если ему хочется, то он туда идет, в этот ад, в свой. Уже на земле будет ад, если человек пошел греховным путем, уже на земле адская жизнь начинается. Там причем интересно, как Господь делает. Он сначала, человек, когда начал грешить, он ему сначала думает, показывает, что это рай. Вот человек, допустим, грешит, и Бог ему говорит, ну смотри, какой кайф. Любовница – это кайф. Там вино – это кайф. Грабить – это кайф. И он такой, вау, пошел в этот кайф. А дальше что будет? А дальше будет яд очень жесткий, отравит его жизнью. Плохо станет человеку. Поэтому не надо туда, в этот кайф лезть. Там очень опасно. Человек теряется разум. И помочь как человеку? Надо стать самодостаточной, потому что человек рядом с жестокой судьбой находится, у него сразу рубится чувство собственного достоинства. Он просто его, она лупит жестокая судьба, лупит его. Не дает ему жить нормально. И чтобы ее победить, нужен Бог только. Нужно сосредоточиться на Боге, думать о нем, молиться, молиться. И когда ты Богом уже наполняешься, в судьбу перестаешь верить, ты лезешь к судьбе своей, она что тебе делает, жестокая судьба? По морде. Ты лезешь, она тебе по морде. До тех пор, пока ты не поймешь, что надо лезть не к судьбе, а к Богу. И в этом экзамен заключается, человек, когда жестокая судьба. И ты когда к Богу обращаешься, она начинает успокаиваться, жестокая судьба, потому что ее цель обратить тебя к Богу. Ты заигрался с судьбой слишком сильно, понимаете? Со своей жизнью заигрался, а надо думать о Боге больше. Когда человек начал думать о своей жизни, начал раскаиваться, у него все налаживается постепенно. Субтитры создавал DimaTorzok